Новое видео выходит каждый день в 20.00 В данной серии видеороликов, кажется мы стали забывать, я постараюсь напомнить тебе о зашкварах твоих любимых ютуберов, про которые ты мог забыть, либо вовсе не знать. Поэтому приятного тебе просмотра! По началу данного видеоролика вы уже могли понять о чем здесь будет идти речь. Вы там видели такую красивенькую заставку, со всеми анимациями, с текстом, да и со всем прочим. Однако давайте в нашем первом, возможно даже в нулевом выпуске, потому что я даже не знаю как тут можно простраивать вещь в повествовании. Скорее всего это будут просто обычные видеоролики, которые просто будут выходить в каком-то определенном плейлисте под названием «Кажется мы стали забывать». Потому что у людей, я так понял, память как у золотых рыбок. Потому что вот сегодня им что-то сказали, сегодня им что-то сделали, а завтра они уже не помнят вообще, что было, кто было, откуда и для чего, зачем и как. Ну вообще, то есть это абсолютно непонятно. Так вот, что я вам могу сказать. Малфой. Кто вообще такой Малфой? Малфой это GTA Sample. Ладно, ладно, я думаю, что хватит тут рофлов, да и всего прочего, потому что тема у нас так или иначе серьезная. Поначалу, в самом начале своей ютуб-карьеры мы с Малфой, так сказать, общались, ну как общались, по-дружески так перекидывались парой слов. Я поражался над тем, насколько он может быть туповат. Ну что поделать, что поделать. Да, у человека есть пробелы в техническом знании монтажа, каких-то основ и так далее. Ну ладно, ладно, я не стал на это обращать внимание. Бывает, со временем возможно научиться там как бы понимать некоторые вещи. Ну ладно, ладно, я не буду этим зацикливаться, но вы знаете, в чем проблема, в чем вообще основная суть. Перед началом данного видеоролика, перед тем, как продолжить его смотреть, я бы настоятельно хотел порекомендовать вам посмотреть видеоролик, который вылез по подсказке. Там он называется что-то по типу Малфой, там что-то Николай Бруцов-Новатор, Малфой-Гений или там наоборот это все называется. Вот, там я полностью рассказываю о плагиате Малфоя, о наглом, сука, плагиате Малфоя, вместе с человеком, у которого он все это исплагиатил. Вот, но если вот так вот вкратце говорить, если вам вот так вот вкратце напоминать о Малфое, потому что я понял, что многие, в принципе, не видят за Малфоем никаких зашкваров, никаких грехов, да и всего-всего прочего. То есть, хороший, нормальный человек, который, ну да, снимает на адванс роли плей, снимает на гребаной помойке, почему-то, зачем-то не понятно, ну, разумеется, понятно, зачем, за деньги, ну и, наверное, все. А так, очень наивный, маленький, инфантильный мальчик с бородой и не более того. Так вот, в чем же была проблема? Во-первых, тогда еще был не продан канал одного моего самповского приятеля, Эрикла Прямого или Прямого, не знаю. Вот, и он решил сделать такой, знаете, пранк, вот такой самп в реальной жизни. Подходил к людям и спрашивал, в общем, какую-то хуйню из сампа. Очень смешной видеоролик был, если его не удалили, можете посмотреть. Очень смешно, очень забавно, очень классно. Вот, то есть, он там подходил, мог подойти в ларюк, сказать, мне там 5 аптечек, 1 маску или 5 масок, 1 аптечку, что-то наподобие. То, в общем, очень смешно, очень забавно это было. И буквально через несколько дней у Малфоя выходит такой же видеоролик. И ладно бы, то есть, ту концепция была такая же, но нет, сука, вы понимаете? То есть, и Эрикл подходит в магазин, и Малфой подходит в магазин. Эрикл говорит, мне 5 масок, 1 аптечку. И Малфой говорит, типа, мне 5 масок, блядь, 1 аптечку, скоро капт, накапт надо скоро, вот. И в этом была вся проблема. Ну ладно, ладно, то есть, если хотите, можете полностью посмотреть 20-минутный ролик, там, прям со всеми показаниями Эрикла Прямого, со всеми предположениями, со всем. Вот, но меня больше всего удивила реакция Малфоя на всю эту хуйню. Я написал пост на стене в то время, то есть, там, в том 20-минутном ролике можете все отследить. Я написал пост, сказал, мол, Малфой, блядь, нехорошо так делать, какой же ты уебан, и многое другое. После чего мы списались с ним в ВКонтакте, где он начал предоставлять мне пруфы того, что, мол, якобы, у меня этот проект планировалось достаточно давно. Но я это уже думал сделать, я там, не знаю, год, два назад, три назад года, да и многое другое. Вот, поэтому могу тебе все пруфы скинуть, могу все сделать. И на то время, чтобы вы так плюс-минус понимали, Малфой активно так общался с Николаем Бурцевым, с Николаем Наебурцевым, блядь. Вообще, какими нужно быть родителями, чтобы назвать своего сына Николая, блядь, Коля? Ну что это такое-то, имя каких-нибудь, там, я не знаю, колхозников, в самом деле, в каком-нибудь селе? Ну ладно, это, я думаю, не важно. Наш дорогой Николай, это мастер слова, мастер пиздобольства, мастер разваливания проектов, мастер наебывать проекты на деньги для того, чтобы их просто разваливать. То есть, по сути, вот вся функция Николая Бурцева, она в чем была? Прикрываться тем, что он пиар-менеджер, приходить на сервера, брать непонятно за что огромнейший прайс, вот, и таким образом разрушать сервера. И потом еще, вы знаете, эти самые ютуберы будут его защищать, потому что Николай Бурцев, я вот сам с ним мог общаться, вот так, порой. И он очень хорошо умеет, так, знаете, садиться на уши, вот так, очень умело он умеет ездить по ушам, блядь, на автологике это получилось, ну так или иначе. То есть, он очень умело прям оприходует твои уши, чтобы ты понимал. И неудивительно, что Николай Бурцев начал предоставлять какие-то очень смешные профы, мол, слушай, не, у нас там с Малфоем когда-то давно мы переписывались, была переписка, полную переписку мне Николай Бурцев, где он предоставлял идею Малфую, не скидывал, да и ничего он мне, собственно, таки не скидывал. И, вы знаете, после того, как мы с Малфоем уже договорили, он говорит, делай разоблачение, удаляет все свои сообщения, которые он мне написал, они, кстати, у меня, если что, остались в пуш оповещений, удаляет там все комментарии, в 20-минутном ролике можете увидеть доказательства всего этого, того, что он там удалил, того, что там что-то было, удаляет комментарии там свои, удаляет сообщения свои, вот. И, со словами, делай разоблачение, кидает меня в черный список. Я тогда только у тебя, ага, Малфой, я понял, я к тебе, в принципе, нормально, хорошо относился, если бы ты просто сказал, что да, я спиздил там, ну а почему бы и нет, ты просто бы извинился нормально, я бы, да, мы бы даже, наверное, не попросили удалять ролик, нет, ни в коем случае, просто извиняешься, говоришь, да, я спиздил, идея хорошая, мне понравилась, но он же, он же что начал делать? Он же начал оправдываться, он же начал говорить, да нет, ребят, вы чё, я это сам придумал, я это, блять, ещё во время 41-го года, во время Второй мировой войны, блять, придумал эту идею нахуй, и только вот сейчас, только вот сейчас дошли руки всё это реализовать. А в доказательство того, что я придумал это достаточно давно, у меня есть мой непоколебимый, мой самый авторитетный, мой самый объективный человек, который постиг объективный таргетинг, а также систему семей, а также бросил университет, ладно, я думаю, хватит с рофлами про Санцета. Это Николай Бурцев, вот он тебе в доказательство того, что я это придумал очень давно, и как такому человеку, в принципе, можно верить? Я тогда уже понял, я тогда уже прочувствовал всю вот эту гнилую тушку Дмитрия Малфоя, Малфоя, блять, ну что, это тоже никнейм такой какой-то детский? Ну ладно, я уж не буду цепляться за никнейм, меня уже за это, так сказать, говорили, что, мол, Данил, ну неправильно, ты цепляешься за никнеймом, блять, а, хер, ну да, ну ахер, а почему нет? А, типа, хер, ну что, нельзя над никнеймом посмеяться, или что, над моим, блять, все смеются за Дант Семён, блять, что это такое? Хе-хе-хе, типа, за Брайан Мапс, типа, за Юзлос Малфо, а ты, типа, за Дант Семён, да? Ну, типа, да. Вот, ладно, я думаю, что мы уже отвлеклись от темы, в общем, что можно подрезюмировать из всего этого? Смотрите полный 20-минутный ролик со всеми доказательствами, с словами Эрикла Прямова, который изначально и сделал этот пранк, вот, вы знаете, я просто, я ничего не забываю, у меня все хранится в голове, и вот в нужный момент я это все применяю. Что можно сказать напоследок? Малфой пидорас, Малфой хуесос, Николай Бурцев дал боёпы разваливающие сервера, поэтому если вы зовете к себе Николая Бурцева, будьте готовы к тому, что сервер у вас рано или поздно развалится. А если вы зовете к себе Малфой, то будьте готовы к тому, что это лютый пиздобол, лютый пиздобол, не, как-то, не принимающий своих ошибок, не признающих то, что он когда-то там, возможно, был неправ, не извиняющихся за свои какие-то косяки. Если что, то я за свои косяки всегда извиняюсь, у меня даже, блять, отдельный плейлист есть на канале под названием извинения, поэтому, как бы, мне вот ничего такого предъявить нельзя. В общем, я думаю, что на этом можно и закончить. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!